Говорит и показывает стадион Изинский Бро и стадио The Force Сейчас мы посмотрим с нами турнирную игру от двух маэстро, так сказать, отечественного цеха BFME Это Ника и Фуда И один из них, Фуда, со мной в студии Да, доброго времени суток Мы смотрим турнирную игру И комментируем ее по просьбе наших уважаемых участников форума Я уже даже не помню, кто у нас реквестил вот этот вот видеокаст Пабер, а может ты помнишь? Лично этот видеокаст реквестил второй игру, то есть Ника А, тогда, собственно говоря, посвящено Ника, как я предполагаю Освящается Нику Да, и игра представляет собой очень интересный матчап Это люди изингард Ника находится в левом верхнем углу Играет за изингард Я нахожусь нижним правым, соответственно Играю за людей По чести сказать Этот матчап был бы намного-намного интереснее Если бы получилось бы вайсверса Прошу прощения за тартологию В таком случае бы Ника бы играл людьми, а я бы играл бы изингардом И, возможно, игра бы приняла бы немного другой оборот Более насыщенный Хотя насыщенность этой игры предстоит судить лишь вам И я надеюсь, что вы получите от нее Да, у вас еще целых 40 минут Но, кстати, на мой сугубый взгляд, Ника тоже весьма достойна играет изингардом Хотя она все же, наверное, переусердствует в Берсерке Ну что ж, какие у нас страты? Так, я пошел в классический эвовский форвард ракс Вот, кстати, а правда ли он на БТП с несколько более, все же, с такими хлипкими зданиями? Ой, если сравнивать БТП и 1.06 Мы отличаемся от игрового процесса Потому что сейчас идет, да, как мы видим, я креплю варгов Если мы затрагиваем вопрос баланса на 1.06 и на БТП То тут даже не о чем говорить И все точки нады могут быть проставлены прямо сейчас Вообще, этот матчап невозможно играть за изингард В принципе И если бы мы играли на 1.06, Ника бы проиграл задолго до того, как игра бы вообще началась Потому что фермы у изингарда на 1.06, это уже не один год, как всем известно Они буквально сделаны из картона У руки бьют, не пойми как В отличие как раз от БТП, где мячи весьма очень даже вкусные Да, в отличие от БТП, на 1.06 они ничего из себя серьезного не представляют Луки из себя не представляют вообще ничего, кроме как побрякушек С арбалетами, которые постоят, посмотрят, наведут и уйдут И очень куча, куча нюансов, о которых мы вернемся чуть позже А на данный момент... А сейчас у нас уже идет самое интересное Фудор взял 2 крипа Да, я взял 2 Колебно Жоника, что у нас? Имеется 4 фермы и варгушня казарма Варгушня казарма и колоссальная ошибка с моей стороны Которая... О грех, Микро, о грех Но тут, наверное, все же... Вот не успел, наверное, Нико заюзать Который варговскую обилку к урону А то бы он бы уже этих солдат убрал сразу Вот, он заюзал ее Вот прям заюзал ее Тоже хорошо По счастью говоря, я поиграл вот 2 солдат Просто, просто ужасно Я не могу понять Ну это ошибка со стороны Нико Тоже, да Эпический косяк Ну что, бывает Да, оба игрока сыграли Недостойно, скажем так Возможно хост, возможно не хост Я уже не помню даже, кто хостил эту игру Поэтому... Ну если по позициям, то, наверное, все же Нико По позициям может быть Но я никогда не пикаплю споты Не знаю, пикапил ли кто-нибудь из нас тут Я думаю, вряд ли Нико иногда пикапит, иногда нет И иногда... Как бы я тоже За редким случайом Вот, достаточно логичное решение Но Нико их пропалил Этих самых Тауэргардов Оставшихся Да И пошел за ними Сейчас вот я бегу Найтами Давлю его мечей Которые гонятся за моими пиками Мечей, конечно же, я, скорее всего, добью Я уже не помню У нас вот подречка Да, что бывает Бывает, конечно Надо отвлекаться Нельзя все время наблюдать за игрой Это вредно для мозга Нико строит скрытую бурнасу наверху Я пытаюсь взять крип вот этими четырьмя обреченными Не знаю, уже не помню на что Пикейщиками Которых кусают в варги, главное Да, да, да Но они гремятся Все, получают второй левел То есть они, скорее всего, восстановятся Они восстановятся Нико тем временем прессует Мы сейчас не видим Прессует моих Найтов Думя отрядами варгов Я, как могу... Как... Как могу... Я весьма хороший по мне Так, просто в варге Они, да, значит, будут хорошо Потому что в Кавалерию все же Они еще вначале Ондовскую, да Роханскую делать Варгам абсолютно не ничего В этом плане Как мы видим Если мы обратим внимание на интерфейс Кой нам сделал Павер Очень-очень интересная задумка Я думаю, она получит дальнейшее развитие Очень может быть Нико опережает меня По максимальному лимиту И по фактическому В полтора раза То есть так, для информации Справа у нас видим как бы Палантир Фуды Слева Палантир Ника То есть мы можем как бы В реал тайме наблюдать И деньги Нико И деньги Фуды Ну, конечно, тут есть небольшая задержка Или опережение Плюс-минж на секунду Ну, бывает же Но в честь Павера Который первый вообще Сделал такую систему Ее никогда никто не использовал Насколько я знаю И на гейм-реплейс Такая практика Вообще даже не обсуждалась Это выглядит Довольно любопытно И по части Не только любопытно Как и информативно Пускай даже Немного непрезентабельно Но очень-очень-очень хорошо И тем временем Ника Мы пока видим Во-первых, мы видим Грейжину До третьего левела Казарма Да, Ника никак не ожидал Ее увидеть Грейжиной Что весьма важно Для форвард-ракс Да Такой грамотный игрок Как Ника никогда бы Не побежал бы в аргами Зная, что там третий левел Вот он кушает моих мечей Моя, знаете... Заварушечка на прайке Да, моя ошибка Потому что я пытаюсь Рашить со всех сторон Играя временами Ну все же, как бы Сами посмотрите Кажется, что по Командпоинтсам Примерно равная ситуация Сейчас, да, ну Именно по занятым Мачкам популяции Да Но вообще говоря Кажется, что у Фуды Огромные Именно что? В видимых пределах? В видимых пределах У меня есть преимущество Хотя бы по той части Потому что я нахожусь На его территории Хоть я его Не особо прессую Но я не ощущаю прессинга И... Господи, я залюбаю Прочу прощения И я не ощущаю прессинг Своей стороны Несмотря на то, что он Да, вот несмотря на то, что Он пересекает сейчас реку И... То есть мы имеем по сути И отходим О, Ника решает Что же вернуть И последний в размен Нет, в размен В размен базами не пошел Ника посчитал то, что Его база важнее Моей Может быть верно Может быть верно Достаточно большое В ПП мы видим Опережение Ника Хотя я его стремительно догоняю Все же, это... Достаточно небольшое опережение Это очень небольшое опережение Да, немного пока еще От строя гатак Тихо поговорим Ну, допустим Классический Форвард Акс Это тут пока у нас еще происходит Ника пытается отбить Но давай Классический Форвард Трак То и что имеем И сразу быстро высканить А какие, допустим, можно было бы еще варианты использовать Именно, чтобы он хороший Допустим Ну, вторая казарма Стрельбища Против Изенгарда Возможно игра как Даже в очень-в очень древнюю тактику Как две казармы Ну, выход через две казармы Грубо говоря, раш с четырьмя соком И потом выход в пик Возможно даже Вариант с продажей второй казармы И последующая покупка конюшен Потому что в таком случае Даже потеряв всех солдат Мы нанесем существенный урон экономике Особенно если Изенгард идет Какие-то защищающие тактики По типу четырех ферм То есть мы бы уже в начале Вполне могли бы эти фермы ему Да, мы могли бы вначале Подубрать парочку ферм Пускай даже не все Но тактика в две казармы Она очень-очень хороша Если вы идете рандом против рандома Потому что практически Ее сейчас никто не использует Сейчас используют именно как форвард ракс И всегда использовали в последнее время На КВ она получила очень-очень Обширное преимущество Обширное очень использование Скажем так Да, использование было просто Каждый раз Мы реализуем классическое Дохренище много слогов по всей карте Причем которые под землей Допустим весьма хорошо Могут даже креп убрать Без проблем отсюда Да Если так сказать Противник тоже решил пойти Совершенно верно А из других тактик Есть Более Задротное Как Полуоборонительное Полунаступательное Это как Мечи и луки Учитывая что стрельбище Строится в два раза быстрее Чем казарма Даже не в два раза Ты весьма быстрей Вот и что мы тут видим Мы видим убирание конюшни То есть Полная голова Однако я Но успеет Успеет Сейчас посмотрим Я думаю Луфтс Если у него есть Милжи левел Так 10 пп 10 пп у Нико Да Унико из 10 пп Да Успо краснел И Есть И есть И возможно даже он снесет на эту казарму Орки сюда Орки сюда Призваны на базу На базу На базу Нико Поэтому он так стремительно еще уходит И Эомер Вот они хоббиты Хоббиты выносят казарму Их стомпят Если бы были варги Очень бы хорошо Орки даёт копьё Но они получают левел ап Это мы могли видеть по интерфейсу Значит Вот и пришли варги Да Вот пришли варги Наверное Стараются Да Они все равно справятся Да Получилось так что Вроде Даже не успел Хотя я не могу судить Очень напряженный момент Но Скорее всего он успеет Да Остался один Фродо С лампочкой Которая конечно же Он держит Этой лампочке уже никакого персерки на спине от и все но я обогнал ника по powerpoint а все же пока мы имеем достаточно равную ситуацию достаточно равную ситуацию даже по я бы не сказал что достаточно равную потому что ну конечно у тебя то кино тебе убрать конечно у меня командные очки фактически в три раза выше чем ника это говорит о том то что ника сейчас не может реализовать свой потенциал на моей части карты приходится сейчас играть от обороны ужасно микро с моей стороны я вообще не вижу этих коней не знаю почему они дерутся так делать нельзя наглядная демонстрация как не нужно играть людьми это бывает вообще говоря если честный в игре тоже обычно ваших игрок ника фуда именно классический я всегда замечал что именно не как всегда несколько меньше войск всегда возможно да уника преимущественно играет людьми и его стиль игры за другие расы все же находят я думаю все выбора дом находят свои порты именно в игре от людей она как-никак влияет не важно на что вы играете кроме использования сил да главное делать правильное решение и чтобы баланс был соответствующий так он пока спокойно достаточно убивается но у тебя все равно появляются новые порции все новые новые я пытаюсь экспандиться в отличие от того что делают представители школы мастера его почему-то любят сидеть на четырех-пяти фермах преимущественно своей базе хотя по счастью оборонять да их легче оборонять то есть пять ферм ты по сути по хорошему мы можем всегда до них прийти и защитить их от противника а вот которая у тебя ферма стоит где-нибудь на каком-нибудь левом броди до нее то вряд ли сразу быстро дойдешься и амерс становится защитную стойку потому что вот всего прикрепляет тур включает карнечь стоит на месте наверное налоги тем не менее и начинаете пилить пики начинаешь пилить пики не стоило бы тут допустим слезть с коня к сожалению невозможно а тогда вы прикреплены невозможно делать это я бы сам это первое что мне приходит на ум и каждый раз и забывай как раз я убеждаюсь о том что не я тоже нет что же игра достаточно странное решение но стран ник отстаёт по powerpoint у хотя нет я неправильно посчитал они у нас абсолютно равны все это равный пп чем того что там да даже вот этим по полу дубам видно штамм ровно это очень любопытно но вот если она находится в очень экспансится экспант на верху сожалению но конечно с вами ему и даже если мы увидим мой кэшфлот сейчас был буквально если вы перемотаете этот ролик на 4 секунды назад на было 3000 которая сразу потратила то значит это да но фактическая популяция ника она равна моей однако именно максимальная к сожалению за гранью того что должно сейчас мото вы имеете больше потенциал для именно наращения до потенциал да вот смотрите уже вот но реально ника прям идет по границе команд поэтом а у с правой стороны запас огромен да к сожалению такого не должно быть должен быть определенный баланс потому что нет смысла в тысячи ппс у вас забита только там 100 уж лучше иметь то что имеет ника но конечно чуть побольше потому что но есть ресурсы чтобы произвести именно то есть это хорошо грешеный казармы да вот только нету денег потому что деньги все были спущены на арагорна и поможет нам арагорна мы это увидим последствия потому что арагорна 2 и 6 герой стати сливаем я его как-то проспал но он есть и уже достаточно хорошо парка да и сурмана встречает арагорон это должно быть для хороших игроков то что должен быть какой-то баланс сил очень символично то что оба пришли одновременно но вот и очень вкусное решение что арагорна стали стороне от основной битвы да что сейчас то рума сурман может не опасаясь именно сильного шпила от арагорна то есть именно поскольку и достаточно слабый героями на по броне по части говоря вот то что вы сейчас наблюдаете это очень-очень это ошибка ника то что он убил сейчас только троих это очень опасный вариант и и зенгард может его очень хорошо реализовать по той части то что если у вас есть лурса сурман прикрепляя героя вы можете убить героя либо убить всю армию потому что чтобы защитить героя нужно подойти армии и тогда и убьются рума либо тем более просто тоже в деле да к сожалению моего арагорна арагорн до свидания арагорн давай до свидания именно так она вот как раз вот эти буварки сейчас они бы очень как раз вот прошли по флангу да сейчас даже было указано мышки но не судьба немного увлек ник увлекся и не к очень-очень мало в этой игре проверял боковые боковые брода это тоже конечно не очень хорошо аукнется в этой игре даже сам но пока что есть а прирост ресурсов с правой стороны с левой стороны однако папа по он опережает меня на добрую 5 очков даже на каких 5 намного намного больше а все вот вот тогда тогда же лучше сейчас может появиться страшно на что его в данный момент использовать вот на что же пока ну да в теории он в принципе очень-очень хоббит вопрос против за 10 п.п. вот видите мы видим что происходит на той части карты используется да он убивает но суру матча с ведьма мы к сожалению не видим мы видим больше чем рассмотрим на вот через этим они не смотрим а что у нас тут присутствует у нас зенгард отступает мы попустим тарпас у тебя стоит без особого количества армии она лурс продолжает продолжает раздевать мои клиентов и брать нет роман отдыхает посмотрим чтобы кака судьба очень-очень плохая игра с моей стороны потому что имея столько денег кашлот я не знаю что там со мной происходило вернулся ракон фактически до вернулся ракон до того чтобы тут наполняет артиллерии и обратно залпом огня арагорна словно шпилен я включил blade master видимо добьет это жаль к сожалению мы не можем видеть чтобы сравнить его хит-поинт и не забываем что дам добил и убежал и опять очень хорошие метро страны не просто уходят просто уходят буквально с пары хп уже замечать фермы замечает первый в принципе те парки могли бы прийти покажать до считаете слепая удача я пытаюсь да я пытаюсь и пилотов нет не спасти пилдера пытался башня ведь это дано к сожалению мой маленький микро трюк не удался когда играете все хорошо для того чтобы каждую деталь довести до совершенства но совершенство очень отдаленное понятие в этой игре вот как раз пошли игра напоминает просто тест каких-то юнитов и патчей потому что создается ощущение что просто строю юнитов а не к их убивает просто пачками у меня огромнейший кэшлот и у меня ничего не строится вот я не могу понять так было вот на самом деле очень но все-таки сменил немного вариант пошел стрельбище да я начал адаптировать тактики на самом деле по моему сам не знаю что я делаю и на самом по части говоря думал то что у нико намного намного лучше экспант но потом я посмотрел да на свой левый брод и понял то что наверху его нет слева его и у меня есть какое-то преимущество которое мне нужно реализовывать потому хотя бы он сейчас тебе на верхних ферма вполне может себе по принять у меня потратили все деньги я уже не помню на что их потратил мне ничего не строится все стоит как будто классический стиль до скучновато к сожалению скучно играть противники готовятся ударов до обоих сторон вообще бывают ситуации что именно оба стоят и оба готовятся а на радаре есть небольшое движение и что же мы там видим пока мы ничего не видим как ничего не видим мы видим то что строится форжа у изенгарда да вот она вот она пошла на грейд очки грейд очки грейд очки вот движение откиса везде на собственном движении подчасти у нико мало юнитов малые нет больше чем у меня хотя нет одно и то же намного больше что тут мы видим один отряд мечей пик в арке стреляющей ферму лурц да и берсерки когда я играю против физенгарда я всегда мануально навожу на берсеркал нужно это делать всегда особенно если есть пики а вот собственно и на что уж и деньги да деньги все на гэндальфа собственно говоря посмотрим как ты его используешь в этой игре моя большая ошибка заключалась в том то что мне нужно было купить барамира самом-самом начале еще потому что понятно факт он так в этой игре наверное не появится уже как мне кажется вполне может быть но учитывая мой непредсказуемый стиль игры появление в конце мира непредсказуемый стиль игры может сейчас выйти вообще кто угодно и не факт то что он будет к месту но сожалению при спире гэндальф при спире гэндальф я даже по моему помню что я сейчас сделаю но тем не менее я увеличиваю броню без луку день авиации на ген авиация что сиси камеры так и и все плохо спрашивается для моего гэндальфа я жду пока лук покраснеет подойдет сачал гэндальф я его оттолкнул вот нет да нет да да пожалуйста я не могу на него навестись а все я оттолкнул я должен был ждать это раньше и хилда я должен был сделать это раньше до того чтобы то есть атак отбиты все так как состояние пользу можно сказать так герой персерк пикут когда приковывают гэндальфа идет лурс можно выждать момент когда он покраснеть подойдет и отбросить его дробовиком для того чтобы он отлетел и потратилось время вот этого корней же на это тратится больше времени чем вам кажется таким образом вы можете спасти гэн но ничто не спасет гэндальфа так как несколько славных защитников минастерита которых мы наблюдаем на середине реки которые просто прогоняют остатки и обратно уника большая проблема с деньгами хотя тем не менее он все равно идет в крейд и дозвихи уже приобретены приобретены но а юнитов на карте нет ника сейчас испытывает большие затруднения потому что я активизировался за две минуты и сумел непонятно каким макаром накопить армию практически впритык но это конечно еще с учетом героев рагорна гэндальф но тем не менее и вот сейчас я понял то что особо дамага я этими героями не сделаю идти на рожон и терять их смысла нет лучше сыграть сейфов и пройтись по ферму провоцирую его на атаку с рук деревьев но вот что не как раз давала некоторый прирост к экономике всегда езен выдают деревьев деревьев я помогал са прогрейдился грима до 4 уровня сейчас он станет пятом нет вот и отбит атака сия сия так у нас очень отстойный дробовик с моей стороны по-моему у меня убили арагорна да 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 арагорн мертв найдите другого м мр мр догонят догонять и убивают ген уже что творится данные господа прямо даже хочется повеситься после такого я уже не помню эту игру и но то что я вижу я понимаю очень а за людей востока как обычно сливают только скорее запад а запада востока а конечно армия как классических американских боевиках со шварценеггером прибывает либо тогда когда уже поздно либо тогда когда не надо в данном случае она прибыла когда поздно и когда уже не надо и решила то что лучше ориентироваться обратно мы видим как камера показывает тем не менее все все те же фермы уже 2 левела если не ошибаюсь все те же фермы которые дают деньги все те же проблемы у них тоже сейчас никто туда дойдет возможно учитывая то что у него очень хорошая относительно хорошая популяция над моей мы не видим очень много войск на моей земле очер скоро перезарядится с четвертинку нас раздали 25 по песку в скором времени вода 25 пп учитывая тот факт то что у меня нету маги еще и за 15 пп таки движение опережение колоссальное 3 3 3 3 3 господа на 24 минуте на 25 минуте уже скоро берется крип причем оба тролли еще на карте на оба тролли которых игнорит ну да ладно надо дать ника должного показывать более хорошую игру потому что у него получается играть так как скажем он пока с больших более хорошую игру на микроуровне данный сказал так да вот опять тур с приковывает моего героя я не слишком сильный спец по балансу но мне кажется то что приковывать или лурца должен быть как-то по рациональному потому что время перезарядки его свой перезарядку поменьше да нужно бы снизить хотя кто-то говорил и зенкард ковно должны же у них быть преимущество да я даже догадываюсь это говорил но они станут рисковать и произносить имя вслух пока мы наблюдаем игру игру как очередной раз герой и земли помогает ножом этом живо они кого-то пытаются атаковать уже не пытаются атаковать 3 по п до дракона со стороны зенгарда неимоверно но мы все в ожидании я по-моему тоже в ожидании не играю до кони мне сложно играть за людей потому что я привык играть гоблинами и вы видите то что я бегу пиками туда-сюда в принципе это без столбики вроде гопситов мечников пытаются сбросить брони почувствуется свободными но вот опять колоссальный сброс стычка имеется ввиду на том же самом месте а вот тоже во время использования до гендер на кого-то тем не менее греженые пики выжили с большим да но грима не выжил грима не выжил и ген а роман поймет игрока и я пытаюсь его добить и когда никого не убивает только ли полоса франдуило и тем не менее спор просто в стоп я помню до что ее использовал просто в стоп чтобы сделать игру более краски что не сделать игру более красочной чем следующий да я парад войск с одной стороны на парад войск наконец пошел вниз пошел вниз я все жду когда он до этих ферм доберется я беру дуна дайнов я беру дуна дайнов а никого скоро возьмет дракона очень-очень равный выбор пп прямо даже не знаю вот дошел до ферм одинаковые застройки но все же равен разница в левел и там одна ферма фудина пристроилась сейчас будет по моему очень страшный катаклизм я не знаю насколько он будет страшный но в теории скоро 25 пп у него уже готов очер у него уже готов этот то есть принципе сейчас бы хороший контор прошел вполне до сразу очерк и пошли с дракона очерк дракон и контур но пока мы наблюдаем вот уже выходят грейды уже даже по моему броня броня уже давно есть ника временец магии только почему-то временец магии уйти-хики теряют по сути пики теряем на что так нам заревка или очерк и непонятно да вот непонятная сторона сейчас просто фига нет по себе когда это пики но это не то все таки я помню как не к чё-то потом сказал то что да я был гей признаю это это решение которое могло выиграть игру не сыграла да это могло бы очень ему помочь но к сожалению была колоссальная ошибка очередной раз пришпиленный герой да ник очень сосредоточен какого-то героя придется потерять скорее всего 25 пп по-прежнему не берутся уже 28 марагарин бьется что есть а что имя использовать кого-то арагарин ими добиваться добивать что ли арагарин бьется с лурцом дает ему один-на-один да но но один-на-один это конечно очень грубо сказано но один-на-один с небольшой помощью окружающих которые пытались упорно в тактической палки в арагорна но да ладно и эти полки сыграли решающую роль вот другие полгоносцы идут они дают отдать должное трупу арагорна судя по всему я их только использовал как королевскую свиту туда-сюда туда-сюда вот гандальф на коне снова на коне тем не менее уже давным-давно к базам никто не подходил идут сукновения в центре карта хилл гандальф наезжает на пике демонстрируя всем свое преимущество убивает пару пике щеков и умирает появится достойная достойная смерть ничего нельзя сказать выстрелил никого не убил умер и давайте с одним на свой ревайд и саруман тоже против да по размен размен магами прошел лордс 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 мы наблюдаем то что у него буквально вот пара хп нет никакой ник отходит его ценой всей армии но ник и не отходит последних пикинеров своих что у нас команд по сейчас теория должен пойти наверх чтобы прочистить фермы но нет я почему-то решил то что пара пара что-нибудь на базу у меня есть бомба дело которого я призываю звук запаздывает но я слышал что его призываю я уже совсем забыл они просто стоят вот он по дыма у него летят огненные стрелы него летят стрелы убивают собирает но тем не менее я не вижу жив ли лордс я не вижу часто тоже я пытаюсь добить пику добить пиками если потерял лордс это наверно все же это я бы тогда я уже не вы не вижу вариантов этих я по-прежнему не могу понять почему не к не берет магию за 25 пп может он разрезать 4 может она уже вести какая-нибудь еще более крутая будет уже перебор так посмотреть вообще на что ее использовать найти найти пике а что еще и можно использовать ну стояк фактической популяции которая есть уника любая магия в обороне сейчас будет иметь вес пускай даже такая колоссальная 30 лет я тоже будет иметься через какое-то время да через какое-то время через 20 они к может купить уже сейчас и вот пики дают по перд моим пиком однако я же быть будешь даже стоило пройтись по более низшим как нибудь веточка возможно да иногда даже 2 это собра собрать более тут тот же обильную более весь формы дамку вполне же бомжей да вам же кстати могли бы тут очень помочь не вот сейчас а вообще вообще в этой игре да вот мои юниты просто сливаются сейчас но полу я тут думают что там кто там кто-то там кто-то дистрофанул их мои юниты я тут это за сочи слоги с той стороны нет я все-таки от микривы назад и мы видим на радаре но фактически не видим то что я накладываю землю и да вот нам показывают на секунду который там зачищает фермы очень удобная вещь когда вы защищаете фермы пока все воюют пока все воюют один отряд делом на уника конечно большие проблемы на немедленно озвучка на 106 это самый мирный народ который только может быть и да да мы видим мы видим дракона и он летит куда мы видим призыв бомжей мы пока не видим его использование мы видим просто то что он что он появился он появился в принципе много появилось определенное так сказать количество то есть небольшой контур провернуть да он сразу выбрал бомжей выбрал дракон крепость равна крепость моя не грыженная но по части говоря я не мог позволить себе такого такой роскоши как тратить деньги на стены потому что мы знаем то что на бтп дракон в силу баланса не убивает крепость в один дых а на 106 к сожалению смысла особого не покупайте вы про нее не покупается но если подойдут допустим из какой-нибудь жопы подошли после дракона ну два отряда пик грешеных в таком случае конечно возможно то что игра была бы перевернута но я думаю то что даже такой отстойный игрок как я мог бы заметить хотя бы потому что везде расставлены фермы это вообще не знал вверх у тебя сейчас есть кто вот нам показывает вверх опять верну дошли в которую ферма в кустах хорошая депп мастер до него не особо часто проверяют как просто даже если на альфе туда заходить это как-то вот гэндальф сейчас скорее всего пытается стараться быстрее быстрее прям объедет туда вода и день авиации день авиации двухсторонний но никого ожидает ника чего-то выжидает он понимает он понимает то что он не может использовать эту магию нету не будет никакой никакого рационального знания в этом нормально потому что у него всего лишь 104 104 популяции хотя суруман у него 10 левела это очень редко бывает суруман вот мы видим у него 10 но к сожалению дамы и господа в этой игре герой даже 10 левела может крикнуть что его надо спасти то что все вокруг трусы молния молния и прекрасный желать ника потому что он если вы заметили он успел переключить становку на защиту и именно это спасущийся румана это говорит еще раз о том то что нужно выбирать правильно установки против если бы он бы остался наверно в атак стэнси да тогда это было бы минус 20 25 броня по идее же как убегаешь в атак стэнси начале именно начальными фазами а если бы забыл наверняка бы потерял 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 мне всякого сомнения бы потерял и мы видим что это территорию почему с утра в таком интересном месте кузнецов в таком интересном месте то что просто потому если нет просто потому что нет мест и есть но гриды и конечно можно построить где-нибудь поодаль потому что такие места редко проверяются особенно поздней игры Хороший микс, для того, чтобы снести ферму и отойти. Ну, Арагорна переманили, вроде как, потому что он бежит, потому что мои пики сейчас его били, и все, он обратно мой. Скорее, пики переманины были. Да, 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 прошу прощения, да, переманины юниты, которые били Арагорна, вот они здесь. А продать их, вообще говоря, нельзя? Насколько я знаю, нет. Ну и правильно, вообще говоря. Тогда это было бы очень... Вот они вернулись обратно. Они вернулись обратно, воссоединились со своим королем. Поняли, что были неправы. Да, попросили прощения, мы, конечно же... Простили. Простили, потому что я опять ничего не строю, и любой сброд, пусть даже предательский, должен сейчас... Вообще какие-то метки на карте есть, конечно. Да, у меня все стоит. За этот раз у меня практически всегда все стоит. Хотя, в принципе... Ну, суги, это же как гоблин. Вообще говоря, только медленней. И не лазят по туннелю. Да и вообще кучу вещей еще не делают. Но кучу вещей могут сделать. Вот игреет его. Вот опять же... Он мог бы сейчас очень смачно стрянуть фаерболом, но он этого не делает. Мои юниты как-будто вот встали специально под Сурумана. Но они, правда говоря, вот уже... Вот уже, кстати, вот, достаточно скоро, может, должен... Перезарядиться. То есть, опять же, шанс на контур. Да, шанс на контур. И, по-моему, он уже перезаряжен, поскольку и... По-моему, нет еще. Вот, полетели. Вот, хороший шар. Хороший шар. Хотя, мог бы, наверное, все же лучше попал бы в пике. Ну, он попал. Он попал. Попал, так попал. Выбирается... 100-500 ресурсов на Фурнас. Мы видим. Обилка заюзана. Ника пытается выжить из своей максимальной популяции и максимальное количество денег. Она красненькая. Присылаются Дунадайны, и Ника использует дракона. На разочарование всем тех, кто сейчас смотрит этот каст. Все хотят эпичности, но эпичность это будет неоправданно. К сожалению. Да, Ника. Да. Да. Но... Это еще не конец. Это еще не все. У нас еще целых две минуты. У нас еще целых две минуты игры. Если вы видите нижнюю полосочку, так что? Пики дают сдачи другим пикам Арагорон. Арагорон включает дольтмастера. Сурма остается на житель. День авиации. День авиации. У меня практически скоро уже 25. Да. Я получаю 25. Сразу же по сути я должен выбрать... Все, землетрясение. Уходят башенки. Нет, я слишком зациклен на микро сейчас. Я пытаюсь отмикриться от Лурдса своим Арагорном. Защитный станции. И получается. Да. И Лурдс умирает. Лурдс умирает. Видно, рандомный пикинер все-таки добил его. Кунул его пика в спину. А может и... Радостные пикинеры тягают в предвкушении победы. Видите, они махают руками и... Салют. Салют, да, ребята. Даже три бушета? Да. Сейфа на тактике. И дракон летит. Дракон летит. И мы не видим, куда он летит. Мы не видим, куда он летит. Но, видимо, он все уже не сюда летит. Скорее всего, он летит на крепость. Щааааа. Да. Вот если бы он сюда бы прилетел, может быть, ты бы, наверное, успел бы все же отвезти. Очерд землетрясения. Очерд землетрясения. Очерд землетрясения. Красиво. 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 Доходящие пики? Да. Дойдут? Дойдут. Доходящие пики. Дойдут, дойдут. И даже если не дойдут. Призываются бомжи. Но эта игра уже обречена для Ника. ПП-баттл? Ника бросает весь свой ПП-потенциал. Который он только может... Посмотреть, что изменилось на базе, конечно. У тебя... Я думаю, немного. Все же. Ну уже, да. Я уже приставил микрить. У Ника нулевая популяция. Войск нет. И... Водчер. Водчер идет. Вот что тут случилось. Все, кстати, прогрейдил таки. Да, я все-таки прогрейдил на высвобожденные ресурсы. То есть, по сути, ничего не изменилось. Этот удар дракона не изменил. Нет. По сути, нет. И мы видим, как выходит Грима. Он говорит, что от него невозможно избавиться даже после того, как игра проиграна. Он все равно будет где-то ошиваться. Три бушеты. Два. Которые стоят. Они ждут, когда я проснулся. Гэндальф. Гэндальф устреливает. Вредно разоставляет полетать. Да. Ну и... В общем, игра, я думаю, по сути, завершена. Да. Ну давай немного подведем итоги. Давай теперь. В итоге... Какие можно сказать по этой игре? Очень хорошая игра со стороны Ника. Он сделал все, что мог. Он сделал недостаточно, конечно. Потому что я показал не очень хорошую игру. Скажем прямо, плохую игру за людей с запада. Мы увидим, что игра окончена. Он мог сыграть более качественно. Возможно, ему не стоило все время танцевать у среднего брода. И было больше резона разделить свою армию. Немного. На несколько кусочков. И воссоединиться в центре, предварительно пробежавшись по бокам. Таким образом ослабив мою и без того слабую армию. Которую я упорно не хотел увеличивать по ходу игры. Несмотря на то, что у меня, в принципе, для этого была обширная экономическая база. Тем не менее. Именно после уже, когда... После средней игры. Именно когда уже именно прошли равные армии. Все. У тебя всегда она была больше. То есть, по сути, как мне кажется, главная вообще ошибка Нику. И вообще главное твое преимущество в этой игре. Которая, по сути, и решила ее исход. Это экономика. То есть эти фермы внизу. Постоянные. Которые там докачались чуть ли не до... Хрен знает какого третьего. Левел. Да, да, да. Приносили огромное количество денег. То есть это постоянно этот Аракорн. Постоянный Скэндальф. И еще черт знает что. Ну и грейды в конце. Грейды в конце. Совершенно верно. Символично то, что вот после 20-минутной отметки. Ровно после 20-минутной отметки. Плюс-минус 10 секунд. Видно. Точнее, плюс 10 секунд. Вот именно с того момента моя популяция стала стремительно расти вверх. После вот такого кризиса непонятного. После того, как вышел Гэндальф. И она уже так критично не спускалась. Уже она была на уровне. Всю последующую игру не ниже 400. Но пара моментов конечно были просады. Но уже она всегда держалась на достойной планке. Однако все равно моя игра лично мне не понравилась. И не потому что из-за лишней скромности. Или из-за показного папуса. На самом деле я мог намного лучше сыграть эту игру. И тогда бы... Она не прошла 40 минут. Да, она бы не прошла бы 40 минут. И Нико был бы повержен намного быстрее. При моей более грамотной игре. Однако если бы Нико показал более детальную игру. То... Более игру, которую он мог показать на самом деле. Вполне мог. Более именно... Вот как я всегда обычно говорю, что у него системная игра. Вот в этой игре ему и той самой системности по-моему не хватило. Именно у него была в этой игре великолепная мифа. Вот что. Да, у него была очень хорошая мифа. Но... Наверно он был успеть с толку моим бредом. Которым я страдал первые 20 минут игры. Но, тем не менее, игра получилась относительно зрелищной. Долгой. Персональный вуп. Тем, кто досмотрел. Это до конца. Да. Это до конца. Большое спасибо всем за внимание. Надеюсь, это не последний видеокаст. Вот такие вот пироги, господа. До свидания. Да. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok